На основании изложенного суд постановил В удовлетворении ходатайств обвиняемого Коршуна и адвокатов Шляхова-Шумновой, Линникова Об избрании отношений обвиняемого Коршуна в меру в пресечении в виде залога, домашнего ареста или личного поручительства отказать и избрать в отношении обвиняемого Коршуна Олега Адольфовича в меру пресечения в виде заключения подстрашиваем на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 года. Настоящее постановление может быть обжаловано участниками процесса в течение трех суток со дня его вынесения. На сегодня судебное заседание объявляется закрытым. Копия постановления участники процесса получат на руки. Прошу покинуть в зал заседания. Обвинения, предъявленные Коршунову, не обоснованы и ничем не подтверждены. В двух томах материала, подготовленного следствием для заключения Коршунова под стражу, нет ни одного доказательства того, что он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, манипулировать или уничтожать доказательства. Таких доказательств следствия не предоставлены. Следствие ограничилось просто утверждением о тяжести обвинения в изъявленном Коршунове. Ну, у нас, дорогие друзья, такое следствие и такой, к сожалению, суть. Но я уверен, что нам придется эту ситуацию переломить. Олег Кадыфович Коршунов, публичное лицо. Государственный случай класса А. Информация о нем размещена повсюду, включая фотографии разного периода. Как вы себе представляете, перемещение Коршунова по территории Российской Федерации без его опознания не минует. Никак. Поэтому, как сегодня высказался мой коллега в процессе, применение Коршунову меры пресечения в виде содержания подстражей, как минимум, гощунство на фоне процесса Улюхаева и иных обвиняемых в совершении тяжких экономических преступлений. Разумеется, сторона защиты обжалует это решение, которое мы считаем незаконным, несправедливым и необоснованным. Я уверен, что суд апелляционной инстанции удовлетворит нашу жалобу.